Решил прихватить золото, но оказался в заперти. В Златоусте сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который ограбил ювелирный салон. Налетчик попросил посмотреть цепочку и попытался тут же скрыться. Однако сделать это ему не удалось. Почему, расскажет Евгений Януров. Тревожная кнопка в одном из ломбардов в районе моржзавода сработала прямо в разгар рабочего дня. Сигнал приняли сотрудники вневедомственной охраны. Патруль как раз объезжал окрестные улицы. Прибыли в крокчайший срок, по короткому пути, соблюдая меры безопасности. Пришли на объект, увидели, что гражданин пытается вынести золотое изделие. Полицейские обнаружили мужчину внутри самого ломбарда. Налетчик оказался заперт за стеклянной дверью. События в тот день развивались следующим образом. Мужчина сначала зашел в ломбард, потом подошел к окошку кассы и попросил у кассира дать ему цепочку. После этого он примерил цепочку возле зеркала и тут же резко рванул к двери. Но дверь оказалась заблокирована. Вместе с цепочкой мужчина хотел прихватить и золотую печатку, однако не мог и предположить, что в ломбарде перед любой примеркой входную дверь обязательно блокируют. Таковы правила. Он пытался уже отдать все, то есть говорить, что он ничего не хотел сделать, пытался все отдать. Ну, начал говорить, что он там, его пошатнуло, то есть, ну, обманывая. Сумма потенциального ущерба составила 14,5 тысяч рублей. Стражи порядка задержали неудачливого налетчика и доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1, ст. 161 ГК РФ. Вообще предусматривает санкции до 4 лет лишения свободы. Всего же с начала года зарегистрировано 8 грабежей, когда злоумышленники охотились за ювелирными изделиями. Половина из них раскрыта. Продолжение следует...